В эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Торгово-промышленная палата Ленинского городского округа инициировала создание комитета по вопросам женского бизнеса. Данное объединение, оно, скажем так, позволит нам решать больше вопросов, связанных с женщинами-предпринимателями. Необычный урок на свежем воздухе провели для учеников одной из видновских школ. Понятно, все доступно. Нет, детям это очень нравится. В районном историко-культурном центре прошло литературно-музыкальное мероприятие «Память. Весна. Победа». Разве только со мной бьется поле грустная, Рвется за них убой, и дури историчи. Первый в этом году бизнес-завтрак Торгово-промышленной палаты Ленинского городского округа был посвящен созданию комитета по вопросам женского бизнеса. Встречу приурочили к празднованию Международного женского дня, поэтому в воздухе ощущалось особое весеннее настроение. Подробнее решение общественной организации расскажет наш корреспондент Юлия Погасьян. На сегодняшний день Торгово-промышленная палата Ленинского городского округа объединяет порядка 50 членов. Это руководители крупного, среднего и малого бизнеса. Из них 15 – женщин-предпринимателей. Остро стоит вопрос объединения представительниц прекрасного пола в отдельное сообщество для решения насущных вопросов женского бизнеса. Настал момент, когда нужно их еще больше объединить, и, соответственно, данное объединение, оно, скажем так, позволит нам решать больше вопросов, связанных с женщинами-предпринимателями. Идея о создании на базе Торгово-промышленной палаты округа комитета по вопросам женского предпринимательства возникла еще год назад, когда, как и в этот раз, мужская половина сообщества поздравляла милых дам с праздником весны. Женский бизнес, он более аккуратный, он более женский, если мы говорим про отношения бизнеса. У него нет грубости, но в то же время мы знаем, и у нас даже есть такие в палате, то есть женщина – это не значит слабая, абсолютно нет, это просто другой подход. То есть я также вижу, что женщина – это совершенно другой подход в бизнесе, но он может быть таким же успешным, как и у мужчины. В рамках заседания руководителем комитета была выбрана Татьяна Ершова, человек с большим опытом в предпринимательстве и общественной деятельности. Миссия проекта – обучение женщин основом ведения предпринимательской деятельности с целью развития навыков, необходимых для получения дохода в условиях цифровой экономики, обеспечения финансовой стабильности. В ближайших планах у руководителя проекта – проведение семинаров и консультаций для женщин-предпринимателей. Члены торговой промышленной палаты отмечают эффективность работы общественной организации и рады созданию комитета, который должен еще больше способствовать развитию бизнеса на территории городского округа. Это действительно связь. Связь с бизнесом, с людьми, которые занимаются другим делом здесь же у нас, в Видном, в Ленинском районе. И очень короткая связь и выход в администрацию. Становится очень просто, понятно. Любой вопрос, который не совсем понятно было, как прийти в администрацию, как его сформулировать. Мы собираемся с ребятами. Максим, замечательный председатель. И мы решаем, как это правильно, лучше позиционировать, представить, объединить. С приветственным словом к членам торговой промышленной палаты обратился глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Любая структура, любая деятельность – это все равно всегда люди. И с кем-то из вас мы уже встречались, с кем-то были знакомы даже до того момента, когда я приехал работать в Ленинский городской округ. Сегодня такой расширенный формат, и поэтому ни капли не сомневаюсь, что самое важное и самое интересное – это будут вопросы. А вопросов о предпринимателей в этот день было немало. Для того, чтобы бизнесмены могли получить компетентные на них ответы, на встречу были приглашены представители разных муниципальных организаций. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. В необычном уроке приняли участие ученики третьего В-класса четвертой видновской школы. Прошел он не в кабинете, а на свежем воздухе. Кто и о чем рассказывал ребятам, узнала и наша съемочная группа. Детали у Максима Козлова. Наш город расположен на реке Бице, в трех километрах от МКАД. Здесь в свое время, в X-XI веке, жили угры финские племена и вятичи. Это и география, и история, и краеведение. Нынешний урок под открытым небом посвящен одному из основателей города Видное – Петру Гаевскому и проводится на улице, названной в его честь, рядом с домом, где он жил. Как правило, на открытом воздухе проводят уроки физкультуры. Но тема этого занятия – жизнь и судьба одного из первостроителей Видного. Имя Павла Федоровича Гаевского хорошо известно многим маленьким видновчанам, в том числе и благодаря подобным урокам. Проект «История в названиях улиц», воплощаемый сотрудниками историко-культурного центра, посвящен 55-летию города Видное. Лекции составлены так, чтобы максимально заинтересовать мальчишек и девчонок. Понятно, все доступно. Нет, детям это очень нравится. Они любят город, они хотят знать о нем. Это важно. Но они сами говорят, что нужно будет дальше им рассказывать. А рассказывать действительно есть о чем автор этого в буквальном смысле открытого урока Александра Михайловна Спиренкова, уверен, на подобные занятия носят не только обучающий, но и воспитательный характер. Хотелось рассказать о таком замечательном человеке, Павла Федоровича Гаевского, который вложил неоценимый вклад в развитие нашего города. И рассказать, чтобы они знали, что вот такие у нас замечательные люди есть, чтобы могли брать пример с них. Следующий урок под открытым небом для учеников одной из видновских школ будет проведен на улице Лемешко и будет посвящен, соответственно, жизни почетного гражданина Ленинского городского округа Тимофея Игнатьевича Лемешко. Спасибо! Литературные чтения «Благословите женщину» прошли в библиотеке поселка Развилка. Здесь члены литературного объединения «Рифма плюс» и клуба «Нам года не беда» поделились своим творчеством. Подробности в следующем сюжете. В библиотеке поселка Развилка поэтические чтения не редкость, однако приуроченные к Международному женскому дню прошли впервые. В программе вечера 10 выступающих. В основном члены литературного объединения «Рифма плюс», которое появилось более двух лет назад. И клуба «Нам года не беда». Концерт проводился в рамках губернаторской программы «Активное долголетие». С образованием литературного объединения все чаще и чаще мы проводим все-таки такие поэтические вечера, творческие встречи, мероприятия, направленные на чтение, на самореализацию поэтов и на популяризацию все-таки творчества жителей поселка Развилка. «Благословите женщину» – именно такое название носил поэтический вечер. Мужчины с радостью представили свои произведения, посвященные представительницам прекрасного пола. Иосиф Гринберг со сцены прочитал свои стихотворения. Правда, той, кому они были посвящены, в зале не оказалось. Но поэт верит, она еще услышит эти строчки. «Сегодня нам, как мне сказали, разрешают такие вещи делать, как читать свои стихи и не обязательно свои. То я взял два стихотворения ее, потом я ей скажу, и ей будет приятно». Несмотря на то, что вечер был поэтическим, член Союза писателей России Юрий Егоров прочитал для присутствующих свою весеннюю сказку «Девочка и разведчик». Творчество писателя не только любят в объединении «Рифма плюс», но и признают на литературных конкурсах. «Здесь у нас свой милый литературный круг «Рифма плюс». И очень хороший кружок собрала Людмила Викторовна Прусакова. И нам всем друг с другом интересно здесь встречаться в библиотеке. Здесь очень уютно. Нас здесь любят». Конечно, стихотворение собственного сочинения о весне и любви читали и женщины. «Дарите женщинам цветы, дарите женщинам улыбку, дарите женщинам мечты, дарите женщинам надежду. В ответ одарят вас теплом таким, что дух захватит от волнения. Вы ощутите всем нутром любви прекрасные мгновения». Ирина Пентелина начала писать стихи после 50-ти, когда накопился определенный жизненный опыт. Сегодня ее произведения можно найти в сборниках «На развилке поют соловьи» и «Из развилки с любовью». Обе книги есть в библиотеке поселка. На поэтических чтениях Ирина Борисовна выступила со стихами о любви и женщине. Весна хочется радости, не хочется о грусти, хочется немножко легкости, несмотря на погодные условия. Хочется, чтобы была улыбка на лице людей. Председатель Совета ветеранов Юрий Богомолов поздравил присутствующих с очередной творческой встречей, а его внучка прочитала стихотворение, услышав которое женщины не смогли сдержать улыбок. В доме наведут уют, платья новое сошьют, приласкают, обогреют, руки мамы все умеют. Как известно, поэзия, выражения, чувства, эмоции в начале весны – все стихи посвящены женщинам. Татьяна Брылова, Александра Столярова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Сотрудники районного историко-культурного центра совместно с ветеранской организацией и Центром социального обслуживания «Вера» организовали литературно-музыкальное мероприятие «Память. Весна. Победа». Для собравшихся прозвучали произведения авторов литературного объединения имени Филиппа Шкулева. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Каждый из русских поэтов, живших в годы Великой Отечественной войны, не обошел военную тему в своем творчестве. На фронте стихотворения пользовались большой популярностью. Их читали, заучивали, превращали в боевые песни. В районном историко-культурном центре состоялось мероприятие под названием «Память. Весна. Победа». Для посетителей Центра «Вера» и ветеранской организации прозвучали произведения современных авторов, членов литературного объединения имени Филиппа Шкулева. Стихи у нас очень разные. И я рада, что они так удачно друг друга дополнили. Что нам удалось создать вот такую единую программу, которая на одном дыхании прошла и сейчас. Наталья Замарина, методист районного историко-культурного центра, рассказала, что с этой программой они уже побывали на встрече с ветеранами и учениками старших классов в Московской губернской универсальной библиотеке. После поездки пришла идея организовать такое мероприятие и в «Видном». Разве только со мной бьется в поле грустная, рвется за реку бой и гремит из-за речи. Знать приспела пора боль души человечей за победу. Ура! Свои стихи на военную тему и не только прочитала Наталья Власова, член Союза писателей России, лауреат литературной премии имени Евгения Зубова. Во-первых, огромное уважение к ветеранам, благодаря которым сохранилась наша страна, и родились, и выросли мы. Во-вторых, конечно, волнение, потому что даже если ты много раз читаешь стихи со сцены, то все равно всегда, когда ты выходишь на сцену, ты волнуешься. Между выступлениями для собравшихся прозвучали музыкальные композиции в исполнении Владимира Лихваря на стихи Зубова, Кушнера и Тарковского. Также на встрече не обошли вниманием стихи, посвященные городу Видное. Линовчане, помогите! Детство к маме отведите! Вон горит в родном окошке свет! Пусть на школьной и советской ждет нас солнечное детство, сколько бы нам не исполнялось лет! Поэтические строки взволновали сердце каждого, пришедшего на мероприятие. Стихи такие, прям, вот, живые, настоящие. Прям, очень сложно плакать. Очень понравилось, хорошо. Спасибо им. Хорошо, вовремя подготовили, хорошо показали. Нотария Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!